Тонны неуправляемого железа, несущиеся вниз по склону. Рейсовый автобус номер один с пассажирами стал бесконтрольно скользить и вращаться при спуске с Красной Сопки в Петропавловске. Всё произошло утром 21 октября, когда в краевой столице пошёл снег. Корреспонденты масс-медиа Камчатка связались с местной жительницей, у которой в этот момент в автобусе находился сын. Мы разговаривали с ребёнком в момент произошедшего с автобусом, когда его потащило. В этот момент он закричал немного. Я переспросила, что случилось. В автобусе была какая-то суета. Он мне ответил, что автобус потащило и его развернуло. Потом он вышел с автобуса, сказал, что испугался, но не сильно. Водителям автобусов, что им делать, им пришлось выехать на рейс, потому что все едут в школу. На работу? Я даже не знаю. Дорожникам я бы задала вопрос, почему они не посыпали. Водитель сам по себе хороший мужчина. Мы просто не раз уже ездим на этом автобусе, так как мы наконечно живём. В этот момент он делал всё, что возможно. Дорога была очень скользкая. Идти было тяжело. Сама оставила автомобиль, поехала на автобусе, но в этой пробке застряла, вследом за сыном. Осадки буквально парализовали дороги Петропавловска. Особенно тяжело пришлось жителям Ленинского района. Люди были вынуждены по несколько часов провести в многокилометровых пробках. На фоне циклона резко подскочили цены на услуги такси. Стоимость поездок на небольшие расстояния, которые в обычные дни составляют 150-200 рублей, в понедельник выросла в 2-3 раза. Подписчики телеграм-канала Массмедиа Камчатка сравнили ценники со стоимостью такси в новогодние праздники. Снег действительно оказался внезапным. По прогнозам синоптиков, утром понедельника должен был идти дождь. В дождь перейти. Значит, вот эта ложбина холода, которая сейчас над нами, она уйдет в Берингово море. И в дальнейшем температурный фон поднимется на полуострове. Будут опять где-то дожди, в основном, с мокрым снегом. Такого количества снега, как сейчас, не должно быть в ближайшее время. Напомним, в прошлом году из-за схожих погодных условий на объездной дороге произошло массовое ДТП. Автомобилисты, не сменившие летнюю резину на зимний, врезались в друг друга и вылетали с трассы. Наступление осенне-зимнего сезона в разы увеличивает риск ДТП. Особенно в дни резкого понижения температуры, в дни осадков, снегопада или тумана. Поэтому подготовку к заморозкам нужно начинать со смены летних шин на зимние. Чтобы избежать неприятных ситуаций на дороге, а именно возникновения дорожно-транспортных происшествий, Госавтоинспекция Камчатского края призывает водителей своевременно осуществить смену летних шин на зимние. В период интенсивных осадков и в случае неуверенности в своих навыках вождения, следует выбирать для поезда к дни с благоприятным метеорологическим прогнозом, а также внимательно следить за техническим состоянием своего транспорта. У мастеровши на монтаже началась горячая пара. После снега желающих переобуть своего железного коня стало гораздо больше. Субтитры создавал DimaTorzok